Из-за меня выгнали Райзена из Амкала. Меня позвали в Амкал. Как я отношусь к этой ситуации? Ребят, всем привет! Вы на канале Гасилин Футбол. И сейчас я хочу также рассказать немножко о ситуации с Тёмой Райзеном. И как вы знаете, его выгнали с команды Амкал. Как вы понимаете, я сейчас не на стадионе. И это неспроста. Герман классический меня выгнал из команды. Если у меня, конечно, был. Главная причина этому стало моё неуважительное отношение к коллективу и, конечно же, к проекту. В конце он мне даже не пожал руку. А если руки мне не пожаты, значит, они свободны. Последней точкой кипения этого стал ролик, который завирусился в ТикТоке, в интернете, который увидел Герман. Это нарезка с моего большого видеоролика «Взгляд зрителя» номер 6 с командой Тудротс. Амкал Тудротс. Я расстроен. А это не похуй? Не, мне не похуй. Хотел, чтобы Тротцы сейчас показали, как надо на триплю врываться. Жалко, не повезло этому Хулу, блядь, ему, конечно, да. Да, да, да. То, что Хул не забил. А, смотри. Блядь, ну серия пенальти интересная была. А если в комментах скажут, что ты засланный казачок, что ты в Амкале играешь, а Тудротс болеет, что ты им скажешь? Иди кидал. Я сейчас выскажу свое мнение. Я не журналист, я не эксперт, я не Дима Егоров, но свое мнение я выскажу, потому что я в этом комьюнити нахожусь, я ворюсь тут. Вы тоже можете написать свое мнение в комментариях. Ну, во-первых, ребят, а что вы хотели ожидать от Артема Райзена? Если сейчас вот после этого видеоролика вы начали его хейтить или открыли глаза на него, но это странно, потому что он всегда себя так вел. Но у него история про бабки, ребят. Ему было без разницы на команду с самого начала. У меня единственный вопрос это уважение. Уважение к Герману, уважение к коллективу все равно должно присутствовать. И я считаю, что жестом уважения должен был быть. Даже не то, что жестом уважения. В матче Амкала и Тудротс, ну, не нужно было ничего говорить. Вот эти слова были лишние. Можно было просто промолчать. Это мое мнение. И сколько бы я ни думал, сколько бы я ни пытался оправдать эти действия или еще что-то, я считаю, что при любых раскладах нужно было просто промолчать, потому что это Зенит, Спартак, Герал Мадрид, Барселона. Но Тема принял такое решение, он высказался. И при этом я считаю, что он не изменил себе. Он всегда таким был. То есть для кого он сейчас открылся как-то с другой стороны, ну, ребят, поищите, разберитесь в себе, посмотрите его ролики изначально. Он никогда не говорил, что он любит Амкал, что он любит футбол. Единственное, что он говорил, что он хочет в эту движуху. Его туда взяли и, блин, ну, надо быть благодарным, я считаю. Хотя многие могут сказать, но он сам этого добился, там, от него Амкал что-то получил. Я не знаю, я не могу за это говорить, но я считаю, что за любой шанс, за любое такое отношение, принятие в команду, его приняли хорошо, нужно быть благодарным. Тут человек преследует какие-то там свои цели. Я не имею ничего против, но данный поступок я не понял. При этом это Артем Райзен. Он, я уверен, что все слова, которые он сказал, это не было вот так на эмоциях, это не было на бум. Парень уже преисполнился как личность, он многое понял, и это не Толя Гасилин, который может что-то сказать в ролике, и потом думать об этом, там, извиняться или еще что-то. Да, действительно, я могу что-то ляпнуть лишний раз даже при общении, и потом думать об этом. Райзен — это другой человек, ребята, это человек уже, сколько, 25, 26, 27 лет, да? Что бы я сделал на месте Германа, я задавал себе вопрос, я бы, наверное, изначально даже не брал такого человека в команду, именно в такой коллектив, как Амкал. Ну или взял бы на один матч, как это я обговаривалось. Вот и все. Он же попал на сезон, человек не любит футбол, говорит, что ему пофиг на это, и, в принципе, он по скилу не подходит никак, но он делает шоу без вопросов. И именно вот этот аспект, по которому его взяли. Это шоу, да, Райзен молодец, и он от этого ничего не потерял. Амкал, я думаю, все-таки приобрел. Ну, потому что, ну, зачем человек, который говорит, нахуй Амкал, нахуй эту команду. Я не могу выбирать, мне нравятся и Тудротс, и Амкал. Я не знаю, честно. Ну ты как болельщик сейчас говоришь. Да нахуй, нахуй этот ваш Амкал, нахуй его, блядь. Ну, то есть, просто своя личная выгода. Человек-одиночка, человек сам по себе. Ну, это его выбор, вот и все. Ну, в Амкале немножко другая история, но, по крайней мере, Герман создавал это все не для этого. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, у Димы Егорова выйдет ролик на этот счет, уже если не вышел. Либо же эту историю вообще утихнут, утихомирят, закроют, и никак она не будет форсироваться. Но я выложу этот видеоролик, я думаю, Райзен будет высказываться на этот счет. И, ребят, лично у меня ничего не поменялось, Картюм, мнение никак не поменялось. Я все так же считаю, в каком-то плане он молодец. И, как человек, он интересный, общаться мне с ним интересно. В принципе, от него это можно было ожидать. И если для кого-то этот видеоролик открыл глаза, которые я записал, ну, ребят, ну, значит, это хорошо. Значит, на данном этапе вы там поняли. Да, да, я выгнал Райзена и замкала. Мой видеоролик поспособствовал этому. Да, вот так вот, можете меня хейтить. Можете меня хейтить, пацаны, я готов к этому. Если честно, нет, пацаны, не надо хейтить. Всем спасибо за просмотр, всем пока, с вами был Толя Гасилин. Вот такое вот мнение на данный счет. Может быть, что-то забыл, может быть, что-то не сказал, но высказаться я хотел. Хочется ответить на вопрос, ребят. Меня очень многие спрашивают, звал ли тебя Герман на игру, ты как-то причастен к МКАЛу? Нет.